Вот действительно, чем дальше время проходит, тем больше чувствуется, что там не чистые нероли. Привет, друзья! Меня зовут Нина Бергман. Давайте сегодня поговорим о парфюмерии. Я сегодня предлагаю вашему вниманию слепые затесты. Юля, моя парфюмерная подруга из Австрии, прислала мне парфюмерные затесты. Сейчас я покажу, как это выглядит. Это выглядит вот так. Шесть пробирочек. Очень больших, очень щедро тут накапано. Шесть штук. Плюс вот таким вот образом запакованы правильные ответы. Я ничего не распаковывала. Я благодарна Юле, что это просто вот так вот скреплено скрепочкой, да, ничем больше. Потому что достаточно сложно обычно открывать эти бумажки. Я очень давно не делала слепых затестов. Более того, я перенесла ковид совсем недавно. По моим ощущениям, у меня уже все восстановилось, все мое обоняние. Но! Разнашивала я эти ароматы еще до болезни. Поэтому сейчас вот, наверное, вдвойне интереснее будет сравнить впечатление. Вот. Ну, как мне кажется, у меня уже в достаточной мере все восстановилось. Да, простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. К нам пришла Зоса. К нам пришла Зоса. Я надеюсь, Зоса с нами останется. Слепые затесты – это всегда такой очень волнительный момент. Ну, я не боюсь, я не стесняюсь. Будь что будет. И давайте начнем. Значит, как я делала? Я, когда тестировала, я ничего не записывала себе. Я наговаривала себе голосовые сообщения. Поэтому я иногда буду подсматривать телефон. Но я никуда не подсматриваю. Я просто буду слушать то, что я себе там тогда говорила. Что я тогда слышала в этих ароматах. И, соответственно, буду слушать их еще раз. Уже вместе с вами. И говорить свои впечатления на сегодняшний день. И таким образом, в общем-то, будем пытаться тогда понять, что это, собственно говоря, за аромат. Итак, поехали. И я беру пробирочку номер один. Пробирочку номер один. Видите, она там зосенька, пожалуйста. Я возьму пробирочку. Вот она номер один. Остальные я все уберу, да, чтобы вот эта вот зосенька, она ничего тут не опокинула. Некуда. Я сама что-то это не убила, что со мной очень часто бывает. Так, пробирочка номер один. И номер один пробирочка. Я тестировала, естественно, на коже. Хотя сейчас, наверное, тоже можно это сделать на коже, да, наверное, для чистоты эксперимента. Вот как делает София Хурманова. Она всегда наносит на пальчики. Это классно. Надо перенять. Так. Значит, когда я тестировала его до болезни, это было где-то примерно недели три, а то и четыре назад, я услышала, в первую очередь, нероли. Такие прям нероли очень чистые, очень выстиранные. Такое впечатление прям, что даже мне показалось, что это альдегиды там на старте. Вот настолько это все мне показалось запахом чистоты. Сейчас я, в общем-то, совершенно согласна со своими первыми впечатлениями. Я тоже здесь слышу такую вот цитрусовую чистоту, не цитрусовую, неролиевую. Что сказала? Сама не поняла. В общем, чистоту с ароматом нероли. Но сейчас я его, соответственно, только нанесла, и вот первые впечатления. А когда я его разнашивала, буквально спустя полчаса, это ушло все в какую-то такую очень колониевую, классическую, достаточно колониевую историю. И я даже предположила, что это может быть, возможно, даже классика 4711. Вот этот классический колонь, который я очень люблю и с удовольствием ношу. По прошествии еще какого-то времени выяснилось, что он все-таки посложнее, наверное, чем 4711. Мне кажется все еще, что это классический колонь. Классический колонь с лавандой, с нероли, естественно. Но в котором есть что-то еще. Флерд оранж, возможно, который так вот немножечко начинает как-то меняться, изменяться, интересненько играть, интересненько сидеть. И я действительно считаю, что это может быть вот этот вот колониевый профиль. Но все-таки, наверное, это, скорее всего, какая-то более нишевая история. Что-то уходящее в сторону, возможно, даже бегорат концентрии от предарика Маля. В общем, что-то более сложное, более интересное. Но профиль это должен быть такой вот все-таки классический колонь. Ну что, давайте посмотрим, что там. Мне самое очень-очень-очень интересно. Давайте-ка посмотрим, что там. Бумажечки, бумажечки. Номер один. Не угадала совершенно. Это L.T. Piver A la Reine des Fleurs 1774. Два восклицательных знака. Юля, это 1774. Это год изначальный. Понятно, что он был перебран, но тем не менее. Но, в принципе, по пирамиде на самом деле сходится. Вверх цитрусы, лимон, апельсин. Ну, цитрусы, нервами не было. Средние ноты. Лаванда, база, чабрец, розмарин, гвоздика, бергамот. Ну, в принципе, это колония в истории. А давайте-ка сразу посмотрим, что это. Я, к сожалению, не знаю совершенно. У меня это название ни о чем не говорит. Сейчас мы откроем. Вот надо было, конечно, подготовиться заранее. Открыть парфюма. Ну, хорошая мысля. Приходит опосля. Так. Вот, нашла. Нашла. Это было непросто, но я нашла. Это действительно Ode Cologne, а la Reine des Fleurs. Я, естественно, читаю неправильно, но вы поймете, о каком аромате идет речь. Так. И что же тут пишут? Что же тут пишут? Год выпуска не пишут. Ничего про него особо не пишут. Только пишут, что это аромат для мужчин и женщин. И все. Больше ничего не пишут. Мне нужно посмотреть более внимательно. Ode Cologne, а la Reine des Fleurs. Ode Cologne, а la Reine des Fleurs. Круто. Вау. Я нашла новую функцию на парфюме. Здесь, оказывается, можно нажать на кнопочку. И тебе скажут, как это произносится. Век живи, век учись. Шикарно. Уже сегодняшние у меня за тесты прошли не зря. Ну, ладно. С натяжечкой, с натяжечкой запишем это все-таки в такой классический колониевый профиль. Думаю, что первый аромат мы тогда можно поставить галочку и сказать, окей, мы сделали это. Первый аромат мы открыли. Не угадали, но открыли. Едем дальше. Аромат номер два. Аромат номер два. Берем другой палец. Да, Зося? Берем другой пальчик. Пшик. Я люблю такой профиль. Я люблю такой профиль. Мне здесь прям сразу на старте кажется что-то такое имбирное, специевое, яркое, веселое, позитивное. Что я пишу? Здесь вот я даже что-то записала себе. Пишу имбирь. Восклицательный знак. Возможно, розовый перец, флерд-оранж, нерули. Потом выходят специи различные. Мускат, сандал, ирис, возможно, даже потом. Но вот пока я прям слышу такой очень-очень яркий имбирь. Его много и, возможно, действительно что-то такое. Ну, вот какой-то перец. Могу себе представить, что специи действительно появляются потом. Сейчас. Ну, все равно слышно. Мускатный орех, наверное, да. Можно предположить. Но он вот по старту... Цитрусы здесь тоже есть, однозначно. Однозначно веселые такие какие-то, радостные. Он очень позитивный. Он такой, может быть, даже вот как какой-то летний имбирный чай, какой-то имбирный напиток с пузыриками. Веселый, поднимающий настроение, утоляющий жажду. Очень красивый аромат. Мне он очень понравился. Очень носибельный, очень простой, на мой взгляд. Простой не в смысле, что он неинтересный, а простой в смысле, что его легко носить. Наверное, вот так. Что это может быть? Что это может быть? Давайте подумаем немножко в эту сторону. Ну, мужской, женский, унисекс, однозначно. Но если вот так совсем-совсем смотреть в корень, то, наверное, мужской, да. Ну, опять же, насколько... Не знаю, даже не знаю, с чем сравнить. Насколько мужская или женская, Эрбофреска, например, которая тоже вот такая веселая, радостная, освежающая. Вот. Как-то так. Возможно, здесь есть немного лаванды. Это меня сейчас сделало такую отсылочку к все-таки мужскому направлению. Но, опять же, совершеннейший унисекс на самом деле. Скорее всего, все-таки что-то нишевое. Я с трудом, с трудом могу себе представить такое в люксе. Хотя все может быть, конечно, но просто вот если бы меня... Конечно, это может быть и в люксе, да. Ну, почему бы? Да, это, наверное, неправильно. Но мне все равно кажется, что это вот что-то нишевое. Это мог бы быть... Что это могло бы быть? Возможно, Джо Малон. Я думаю, что это не Джо Малон, потому что я марку... Ну, я не могу сказать, что я знаю марку хорошо, но мне кажется, это здесь достаточно много составляющих, много компонентов. Но вот по направлению, по прозрачности, по настроению, что ли, это, наверное, могли бы быть они. Это мог бы быть Энжел Шлессер, хотя Энжел Шлессер, конечно, это, ну, скорее даже, наверное, масс-маркет, да. Не знаю, куда его отнести, Энжел Шлессер, к какой парфюмерии. А, возможно, это какой-то даже, возможно, дептик. Тоже может быть. В общем, опять же, разброс в цене может быть огромный. Мне лично аромат очень сильно нравится. Тоже вот какие-то отголоски колониевые здесь есть, что меня наводит все-таки на мысль о лаванде. А так, да, в первую очередь имбирь, специи, цитрусы. Мята, не мята, возможно, есть немного мяты. Ну, в общем, что-то такое летнее, веселое, радостное. Хотя не обязательно летнее. Я думаю, что эти специи будут прекрасно этот имбирь зимой в холода звучать. И, ну, давайте скажем все-таки, что это какая-то ниша типа дептик, что-то. Давайте скажем так. Остановимся на этом. Так, Зосенька. Мне нужно найти бумажки. Я подозреваю, что ты на них сидишь. Мне сейчас нужно ответ посмотреть. Иди ко мне. Иди на ручки. Ой, да. Кошка села на бумажке. На бумажке села кошка. Номер два. Номер два. Так, это Альварес Гомец. Аква де колония концентр. Короче, смотрите. 1912. Значит, это все-таки, наверное, год выпуска. А если это год выпуска, значит, в первом я все-таки была права, сказав, что это был такой вот классический-классический колонийный профиль. 1774 год. Все-таки. Ну, ладно. Дай бог, ура. Хорошо. Супер. 1912 год. Лимон, розмарин, бергамот, лаванда, чабрец. Лимон, ну, цитруса сказала, розмарин не сказала, бергамот не сказала, лаванда сказала, чабрец сказала. Ну, ладно. Чабрец я приняла за мускатное ред, скорее всего. Аква де колония концентрада. Вот, наверное, в Аква де Парма тоже могло быть что-то такое. Вот, наверное, да. Ну, в общем и целом, ну, профиль, наверное, угадала. Давайте-ка прямо сейчас быстренько посмотрим, что ж там. Или по цене хотя бы посмотрим. Посмотрим, что это за марка, потому что вот он. Альварес Гомес. Интересно. Эвкалипт. О, здесь почему-то не написано. Здесь написано. Эвкалипт. Герань, розмарин, тимьян, лаванда, бергамот, строн. Угу, угу. Так, и что это? Что это? Что это? Что это не написано? Давайте попробуем посмотреть, сколько это может стоить. Это, друзья мои, очень-очень-очень бюджетно. Вот я сейчас открыла и вижу, что 80 мл можно купить за 19 евро. То есть, это очень круто. Это супер вообще. Я это себе с удовольствием бы заимела, потому что это действительно очень-очень прикольная такая поливашка на лето. Замечательно. 80 мл, вот даже за 18,95 можно купить. Я смотрю на Parfum Dreams. Замечательно. Замечательно. Юля, спасибо тебе за знакомство. Мне очень-очень-очень понравилась эта водичка. Супер. Я ее оценила. Видите, как высоко. Я сказала, что это может быть вообще аквадепарма, дептик. А на самом деле такая вот радостная-радостная история. Окей, хорошо. Переходим дальше. Номер 3. Номер 3. Я послушала сейчас свои предыдущие впечатления. И посмотрим, что покажет мне этот аромат сейчас. Номер 3. Значит, я говорю, что мне кажется, что это снова какая-то такая колониевая история. Поливашка на лето. С цитрусами. Но здесь уже идет такой прям жасмин. Жасмин или чубушник. Сначала кажется, что непонятно что. Еще много цитрусов. Нерволи тоже. И флюор д'оранжа. Но потом понимаешь, потом все-таки жасмин выходит на первый план. И понимаешь, что это практически моно-жасминовый аромат. Немножко с чайными нюансами зеленого чая. То есть такой вот тоже летний, легкий, радостный, с таким очень хорошим настроением. Очень чистый жасмин без всяких каких-то индольных нюансов. Что это может быть? Это может быть, конечно, Maison Lancome, что-то вот из... Последний вот этот вот их жасмин. Не помню точно, как называется. Это может быть Шапарт. У них вот эти вот зеленые флаконы, очень красивые. Там тоже есть жасмин. Он у меня есть, забыла, как называется. У меня в миниатюрочке красивый такой тоже чистый, чистый жасмин. Легкий-легкий такой. Мне здесь сейчас, кажется, еще какие-то, как будто водные нюансы. Такой, как будто ветерок вот дует. Морской, соленый. Вот тоже что-то такое есть. В общем, очень интересно. Мне кажется, что это все-таки, опять же, ниша. Что, опять, окажется, все-таки Энзара. Мне кажется, что это ниша. Потому что совсем уж такой моно-моно аромат. Аромат, ну, в общем, что-то как-то туда. А вот сейчас почему-то у меня здесь слышатся какие-то нюансы смородиного листа. Хотя, может, мне кажется. Есть ли нюансы смородиного листа? Я подумала о жасмине Перес-Монта-Карла. У меня его нет. Я его когда-то где-то обоняла. Ну, не знаю. Ну, в общем, резюме. Главенствующая нота. Жасмин. Все вокруг нее. Немножечко чая, немножко цитрусов. Немножечко свежего ветра. Возможно, соль. Подождите. Стоп. Стоп. Легким движением руки жасмин превращается в имбирь. В инжир. Подождите. Мне кажется теперь, что это инжир. Боже мой. Как прикольно играет обоняние. Почему же я раньше показала, что это жасмин? Я на самом деле их иногда путаю. Жасмин и инжир. Инжир это одна из моих самых любимых нот в парфюмерии. Ребят, мне кажется, что это инжир. Сейчас. Я отменяю свои прежние показания. И делаю все-таки ставку на то, что это инжир. Солененький. Это не в Уманити. В Уманити другая. Здесь нет вот этих вот железных таких нюансов. Что это может быть? Это может быть, по идее, Майзон Ланком. Опять же, их аромат профигу. Достаточно сладкий для этого. Хотя тут, по-моему, еще слаще. Но если имбирь, то именно плод, именно сладкий такой. Вот без такой ярко выраженной зеленой составляющей. Без ярко выраженной древесной составляющей. Хотя зелень здесь, безусловно, есть. Безусловно, есть. В общем, я считаю все-таки теперь. Теперь, что это, наверное, все-таки инжир. Остаюсь при своем мнении. Либо ниша, либо какая-то, ну, такая более интересная линейка люкса. Ну что, посмотрим. Инжир, жасмин. Инжир, жасмин. Я ставлю на инжир. И номер 3 распаковываем. Та-да-да-дам. Та-дам. Агент-провокатор Электрик. Не знаю этого аромата, но теперь знаю. Лайм, лимон, бергамот. Инжировое дерево. Инжир. Джекпот, ребята. В последний момент я поменяла показания и оказалось правильно. Сандал Амбра. Боже мой. Это круто. Это круто. Это очень-очень-очень красиво. Ну и учитывая, что марка не очень дорогая, ген-провокатор, я опять, видите, не угадала с ценовым сегментом, но зато и угадала Эльжир. И лимон. Это очень красиво. Это круто. Юля, спасибо. Спасибо. Вот просто такое второе открытие. Второе открытие. И это очень-очень-очень хорошо. Так, едем дальше. Аромат номер 4. Я сейчас послушала свои впечатления. Несколько недельной давности. Трехнедельной давности. Номер 4 наношу. Сосенька, прости, пожалуйста. Да, прости, Масяк. Так. Я тогда, когда его разнашивала, сказала, что это такие... Такой вот очень цельный аромат. Очень по-люксовому красивый. Цельный, сглаженный. Его сложно разобрать на ноты. Кажется, ну вот, произойдет впечатление таких хороших французских духов. Я сделала предположение, что это может быть что-то из-за Шаней. Сейчас, обоняя его, я, в общем-то, так же и считаю. Слышно какая-то яркая, цитрусовая, красивая, красивое такое начало. Красивое начало. Слышно. Вот так. Я растеряла все слова. Вот что значит, давно не снимала, потеряла сноровку. Дальше следуют какие-то цветы, но опять же, вот букет какой-то красивых цветов, из которых сложно что-то выделить. Тут, возможно, роза, тут, возможно, жасмин, тут, возможно, тубероза. Не, вряд ли, тубероза нет. В общем, какой-то букет. Ладно, не буду говорить, просто цветы, цитрусы, цветы. И вот, когда я тестировала его давно, я оставила бумажку лежать на кухне. И с утра, когда я подошла к этой бумажке, я почувствовала очень красивую, почулевую, такую вот достаточно типичную, шанелевскую именно базу. Поэтому я делаю ставку на то, что это Шанель, что-то из люксовой Шанели. Я даже, возможно, предположила, что это Шанс О'Вив, по-моему, так называется. Он у меня есть, но я параллельно затос не делала, иначе это было бы, наверное, нечестно. Я с Куком Адмазель, к сожалению, ароматами не очень хорошо знакома. В общем, какая-то из Шанель Шансов. Возможно, если это не Шанель Шанс, то это, возможно, просто какая-то Шанель. Ну что, смотрим. Вот прикол, если это, в общем, впечатление от аромата округлый, красивый, очень хорошо звучащий, очень легко, мне кажется, его носить. Женственный здесь, как бы без вариантов, аромат женский. Уходящий вот что-то в сторону Шанель. Номер 4. Нифига, это не Шанель. Это La Cova Maison, Lusandra. Видите? Как называется? Жасмин и мандарин. И все. Вот так вот. Ясно? Жасмин и мандарин. А у меня тут и пачули, и цветы. Вот. Не знаю. Не выделяю я здесь прямо вот так вот явно-явно жасмина. И тем более мандарина. Как интересно, боже мой. Очень интересно. Ну, вот так вот. Это полный, конечно, мой прокол. Ну, вот как художник. Я так вижу, а я так слышу. Или я так обоняю. Хорошо. Поехали дальше. Посмотрим, что я себе там наслушала в прошлый раз. Впечатления мои очень интересные были. Первые. Я говорила, что это шипр. Шипровое такое направление. Одно из моих любимых направлений. Очень моя история. Очень мне нравится. И я предположила, что это все-таки современный шипр. Это не винтаж совершенно точно. И не, возможно, даже не переделанный, пересобранный аромат какой-то с историей. А вот что-то такое современное. Но, вы знаете, сейчас мне как-то не кажется уже, что это шипр. Хотя, нет. Ну, в общем-то, такая достаточно серьезная база. Почуливая и дубовый мох. И или дубовый мох. Она есть. Цитрусы на старте тоже были. А в сердце я охарактеризовала, как что-то фруктовое. Возможно, груша. И, в общем-то, я от этого не отказываюсь. Наверное, да, фруктовый блок здесь есть. Но здесь также есть и цветы. Возможно, жасмин. Возможно, роза. В общем-то, такая фруктовая, фруктово-цветочная, розовая, розная. Скорее всего, история. Ну, окей, хорошо. Давайте остановимся на том, что это все-таки что-то в сторону шипра уходящее. Современное. Скорее, все-таки женское, нежели мужское, если говорить вот так вот. Хотя на мужчинах тоже, конечно, будет прекрасен. И, возможно, вот это люкс. Я бы, наверное, сказал, что это люкс все-таки. Потому что звучит округло, очень красиво, очень, так, достаточно громко. Это уже такая громкая, заметная история. Скорее, возможно, на более холодное время года. Хотя летом, вечером тоже это все будет прекрасно совершенно. Просто что-то более яркое, более такое вот броское, заметное. Он какой-то такой самодостаточный аромат. Я вот такие вещи очень сильно люблю. Это вот вообще мое направление. Ну что, посмотрим опять, насколько Нина промахнулась. О, боже мой, как это интересно. Как это интересно. Так, о, боже. Вот сейчас Нина провалилась просто по полной программе. От и до. Слушайте сюда. Это Дана Тапу. Аромат легенда 1932 года рождения. Миллион нот. Из флакона Виолончель. Ну, это прям вот сейчас взрыв мозга для меня абсолютнейший. Потому что я этот аромат знаю. Я этот аромат обоняла. Именно из флакона Виолончели. Я его первый раз послушала на слепых затестах. Внимание, это были слепые затесты. Когда мы собирались нашими паркманьяками в Гамбурге. Оля Виол дала этот аромат всем пообонять в слепом затесте. И я тогда его совершенно по-другому охарактеризовала. Вот вообще по-другому. Я здесь услышала телесность. Я здесь услышала какие-то очень интимные такие вот нюансы. Я чуть ли... Извините. Как всегда, очень много. Дело в том, что я сегодня не могу отключить телефон. Потому что ребенок оставил свой дома. Муж повез ее на день рождения. У них там постоянно какие-то нестыковки. Они вообще не могут как-то организоваться. И понять, кому куда бежать. Сейчас мне нужно отправить телефон. В общем, все очень сложно. Но я думаю, у кого есть дети... Вернее, у кого есть мужья и дети. Потому что дети... Когда только дети, это еще как-то можно все решить. А вот когда подключаются еще мужья, это вообще становится... Mission Impossible. Итак, Дана Табу. Я услышала в ней тогда на слепом затесте совершенно какие-то телесные, очень интимные, порой даже неприличные ноты. Я его охарактеризовала как аромат в какой-то степени даже неприличный. Он мне тогда тоже понравился. Но я его восприняла абсолютно по-другому. Совершенно по-другому. Сейчас телесность не слышу. Ну, хотя сейчас уже, да, конечно, уже знаешь, что это Дана Табу. Я могу сказать, о да, о да. Определенная пудра, вся определенная телесность. Я тогда еще услышала такие вот немножечко уринальные оттенки в нем, которые мне лично понравились. Но благодаря им я, наверное, сказала, что аромат достаточно неприличный. И я очень хотела его иметь, я очень хотела его разносить. Поэтому это сегодня мое личное полное фиаско. И, с другой стороны, мой огромный джекпот, потому что я счастлива, что он у меня появился. И мне хватит его разносить вообще вот так вот, Юль. Спасибо. Это круто. Ну, и шестой аромат. У меня о нем не осталось никаких записей. Почему-то, я не знаю. Ну, раз так, значит так. Значит, мы его сейчас наносим и просто рассказываем первые впечатления. Ух! Кстати, спасибо тебе огромное, Юля, за то, что ты собрала ароматы именно таким образом, что они идут по нарастающей. Этот аромат шестой, он самый яркий, самый громкий. Самый такой прям ух-ух-ух. Вот тут вот прям сходу я слышу что-то такое телесненькое. Прям очень телесненькое. Я бы сказала, что здесь такой, ну, что-то индолище есть. Возможно, дающие, возможно, жасмин, который дает вот эту вот такую вот составляющую, которая у меня, по крайней мере, так работает. Аромат очень насыщенный, очень яркий. Очень цветочный. Прям очень цветочный. Я бы сказала, что это вот огромный-огромный букет всяких разных, в первую очередь, наверное, все-таки желтых цветов. Достаточно сильно индолищих. Красиво. Это красиво. Да, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Скажем так, что вот это аромат достаточно ретро. Вот я бы на него, честно говоря, сказала, что это дано табу. Вот честно. Может, я не ту бумажку? Нет, все, ту бумажку я открыла. Вот тубероза. Да, 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 да. Вот здесь тубероза тоже такая. Ух, прямо. Активная. Активная и яркая. Но наряду с ней еще очень много-очень много других цветов, индолищих и дающих вот этот вот такой вот нюансик телесный животный немножко. Что это может быть? Я считаю, что это люкс. Люкс немножечко вот прошлых лет. Очень красиво. Либо современная ниша. Современная ниша тоже совершенно спокойно может так звучать. Женский. Женский с точки зрения общепринятой. Унисекс с точки зрения нас. Парфманиаков, которые уносят абсолютно все. Но, наверное, все-таки, да, все-таки более женский. Но это очень красиво. Вот по интенсивности, да, по яркости звучания, наверное, вот уходит куда-то в сторону поэмы. Ланкомовская. Но это не поэма, потому что здесь больше вот этой вот грязноватой вот такой вот грязноватого подтекста, подтона. Даже, наверное, не грязноватого его правильно назвать, а вот такого немножко, не знаю, эротичного, что ли, второго дна. То есть это не грязно звучит, это не пошло звучит, это звучит именно интригующе. Интригующе. Но интригующе в определенном смысле. Ох, это очень красиво. Так, я не могу больше ждать. Смотрим, что это. Это Донна Каран Голд. 2006 год. Нина, очередная фиаско. О, снятость. Лилия, белая акация, амбра, гвоздика, жасмин, пачули, лист фиалки. Ну, лилия, да. Сейчас я понимаю, что это индолище, индолище, жирная лилия. Конечно, а не тубероза. Перекутла лилию и туберозу. Ну, это круто. Это круто. Это прям очень круто. Вот сейчас, на холодное время года, я думаю, что я буду просто вот тоже поливаться, разнашивать и наслаждаться. Как жалко, что снятость. Спасибо огромное за такой щедрый, щедрый отливант. Ну, что это все. Фиаско состоялось. Все, как обещала. Все получилось, в общем-то. Я надеюсь, что вы получили удовольствие. Я получила море удовольствия. Огромное количество открытий. Мне, честно говоря, вот прям понравились практически все ароматы. Если говорить о фаворите, то, наверное, на первом месте с точки зрения того, кто же все-таки мой фаворит, это номер два. Это вот этот вот имбирный такой, имбирный коктейльчик без имбиря, который я характеризовала как имбирный. На самом деле здесь лимон и куча всяких трав от Альварес Гомец. Очень красивый аромат, бюджетный, поливашка просто шикарная, просто шикарная вообще, вау. И, ну, это просто вот мой профиль, который я очень люблю. Я вряд ли буду его покупать, просто потому что у меня уже много подобных ароматов. Это Агент Провокатор Электрик с инжиром. Это тоже красота. И обыкновенно, если любите и ищете вот какой-то такой инжировый аромат, все-таки больше уходящий в сладость, то это он. В сладость фруктовую, здесь нет никакой приторности, да. Очень красивый аромат. Вот, ну да, на табу с удовольствием буду носить. Да, извините, мне показалось, что все-таки перепутала я бумажки. Нет, ничего не перепутала. Шестой вот этот вот Дона Карен, тоже прекрасный, замечательный аромат. И, да, в общем-то, вот это мои, наверное, такие открытия. А так все ароматы понравились. Не было такого аромата, чтобы я сказала нет, не мое. Друзья, спасибо вам огромное за внимание. Я надеюсь, что вы повеселились вместе со мной. Я вас всех очень крепко обнимаю. Я умоляю вас, берегите себя, пожалуйста. Берегите свое физическое и эмоциональное здоровье. Это на сегодняшний день самое главное. И я очень надеюсь, что мы увидимся в следующих видео. Обнимаю. Пока-пока.